В Нижегородском Кремле неожиданно начались масштабные земельные работы на склонах. Этими работами обеспокоены как городозащитники-активисты, так и сотрудники Управления госохраны культурного наследия. Любые работы в Кремле, они должны обеспечивать еще безопасность стены башен Кремля прежде всего. А кроме того, культурный слой в Кремле взят на государственную охрану. И это означает, что все работы должны проводиться после проведения археологических раскопок или, по крайней мере, под наблюдением археологов. Здесь этого нет. Я не снаряд. Я не снаряд. Кто ведет работы? Здесь аварийная работа, господа, погибите, погибите. Отходи, отходи, отходи. Отходи нам, отходи. Я отошел. Ну, скажите, пожалуйста. Аварийная работа. Вы не слышите, о чем я говорю? Ну, скажите, приставьте, пожалуйста. Да, Юрий, Цезарь? Ну, спасибо. Кто ведет работы? Они сняли все опознавательные знаки с забора. Это тоже административно-техническое нарушение. Пока что работы ведутся не до конца не согласованно. Поэтому мы хотим выяснить, что приостановили работу. Если верить, опять же, в управление государственной академии, они вызывали полицию и пытались остановить. Но, видите, работы продолжаются. Здесь люди очень переживают по поводу вот этих работ, которые близко к стене Кремля происходят и с тяжелой техникой. Насколько это согласовано? Чего? Администрацию. Вы нам можете два слова сказать? Что за работа? Администрацию. Разве просто люди не могут поинтересоваться? Вот аварийный склонность проходит. Что еще раз? Ремонт и подготовленный склонность. Надо думать о хорошем. Будем надеяться, что наоборот, это только будет лучше. Отреставрируют все к юбилею города. Кстати, как сообщили нам сегодня в правительстве Нижегородской области, данные работы были начаты в экстренном порядке в связи с аварийным состоянием склонов. Возникла вероятность оползня. В связи с этим и будут проводиться работы по укреплению.